Как учили святые отцы, все аскетические труды, физические или духовные, имеют одну возвышенную и святую цель – созидание чистого сердца. Посты, всеночные бдения, терпение скорбей, страдания, молитвенное правило, совершение служб, чтение духовных книг, молитвенные и другие аскетические борения помогают монахам возвыситься и жить святой жизнью. Этой цели достиг достойный всяческих похвал монах из Дионисиата. Восходя по листвице добродетелей, он совершенствовался в крутости, целомудрии и простоте. Это последнее добродетель, по словам святого Иоанна Лествичника, ведет к высшему смирению, и не бывает простоты без смирения. Истинное смирение возводит к другой вершине добродетели, к бесстрастии. Воин Христов, о котором мы сейчас рассказываем, покорил и эту вершину. Бесстрастие – это очень высокая вершина, и достигают ее немногие. Это требует времени и большой любви к Богу. Когда услышите и увидите, что кто-либо за несколько лет достиг самого возвышенного бесстрастия, то можно сделать вывод, что он шел к нему этим благословенным коротким путем. Так говорил преподобный Иоанн Лествичник. Отцы, хорошо знавшие отца Исаака, как, например, отец Леонтий, живший с ним на нескольких подворьях, рассказывали нам о высоком уровне бесстрастия, которого достиг старец. Старец Исаак, рассказывал отец Леонтий, оставался спокойным и бесстрастным, когда беседовал с мирянами. «Что вы имеете в виду, отец?» – спросил его отец Лазарь. «Я имею в виду, что с женщинами и мужчинами он разговаривал одинаково. Когда возникала необходимость, он общался со всеми на высоком уровне, что и называется бесстрастием на языке святых отцов. Старец Исаак, хотя и жил помногу на подворьях среди мирян, всегда оставался бесстрастным монахом, воином, облаченным в броню, сражающимся и не проигрывающим сражений. Мир его не волновал, в душе его жил один Христос, достигший совершенства в любви и вершин бесстрастия, не знает разницы между своим и чужим, между верующим и неверным, между зависимым и свободным, и даже между мужчиной и женщиной», — говорил преподобный Максим Исповедник. «Когда почтальон Дионисиата, этот дивный раб Божий, следовал тропой послушания, приближался он к вершине добродетелей, имя которой — совершенная любовь. С любовью и сочувствием относился он ко всем людям, ко всему миру, ко всему созданному, живому и бездушному. Это и есть природа совершенной любви, как об этом написал некогда его небесный покровитель. Он всех любил и жалел. Старец Исаак одно время жил недалеко от монастыря в кофисме святых апостолов с отцом Лазарем. Отец Лазарь ухаживал за садом с лимонными и апельсиновыми деревьями, а отец Исаак ухаживал за старцем Модестом, страдавшим гемиплегией. У старца Модеста была келья рядом с церковью, а отцы Исаак и Леонтий жили на верхнем этаже. После вечерней службы, рассказывал отец Лазарь, мы расходились. И не успевало пройти и получаса, как отец Исаак начинал молиться со слезами и стенаниями. Лицо его омывалось слезами, шедшими из глубин сердца. Слышав это несколько раз, решил я спросить, почему он каждую ночь плачет. Я сошел вниз и, приблизившись, услышал его голос. Господи, сжалься над бедными людьми, сжалься над голодными, помилуй несчастных, благослови их, Господи, помилуй. Не понимаю, о ком он так молится, я спросил при случае. Отец Исаак, ты так долго плачешь и просишь Господа за кого? Кто эти бедные и несчастные? Он ответил, чадо мое, разве ты не видел крестьян на наших подворьях, работающих целыми днями? Такая тяжелая работа, а они едва сводят концы с концами. Как же им обеспечить свои семьи? Как им выдать замуж дочерей? Как выучить грамоте детей? Где добыть одежду? Как же мне не печалиться, думая о них, тем более, что они так любят и уважают нас? Они слушаются нас, словно рабы. Почему же мне не плакать и не молить за них, Господа? Я молча ушел, оставив его плакать и молить Христа, девясь его великому состраданию. По этому примеру из его жизни в кофисме святых апостолов мы можем понять отношение истинного афонского монаха к людям. Оно раскрывается с двух сторон. Любовь к прикованному к постели инвалиду, выражающаяся в самопожертвовании, терпении, ночных дежурствах, самозабвенном труде. И любовь к крестьянам, выражающаяся в душевном волнении и слезах. И такое отношение к ближним видим мы у многих на Святой горе. Да возрадуемся о старце Исаате, вспоминая, как он подвязался в кофисме святых апостолов, вспоминая, как молился он, как ухаживал за инвалидом. В том и другом видятся воплощенными слова Создателя сказавшего «А всем разумеют вси, як и мои ученицы есть те, а еще любовь им эти между собою». В том и заключается труд монашеский молиться за людей и за весь мир, самоотверженно заботиться о больных, всем оказывать гостеприимство, научать истине собственным примером, труд, о котором не трубят по всему миру, но ценность которого неоценима.